Книга «Открытым оком», четвертый том, тема литература, вопрос 1322. Как вы относитесь к песням и стихам и романаха романа «Матюшина»? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Передо мною его книга «Внимая Божьему веленью». Минск, 2000 год, 544 страницы по благословению патриарха Алексия II с предисловием Валентина Распутина, 10 тысяч экземпляров. С великим трудом нахожу на сотню стихов едва ли два стихотворения, которые вписываются полностью в евангельское содержание, в евангельский дух. У него непрерывный стон и повторения под разными вариациями «Белые церкви», «Колокола», «Русь святая», «Скуфейка», «Келья», «Лампадка», «Смертная тоска», «Журавли», «Родники» и «Лужи». В этом он весь. Совершенно определенно, если судить по всем его стихам, то он духовно невозрожденный. И обращение у него точно такое же, как у патриарха, у Распутина, Юрасова и Кураева. Слово Божие для него отсутствует, оно ему просто не нужно. У него нет радости, которую дает благодать призывающая. Абсолютно нет радости, которую дает благодать обращающая. И он постоянно в отчаянии, в полной неуверенности, что ему помогает благодать освящающая. У него постоянно туман, кресты, забитые лошади, покинутые собаки, с которыми он себя сравнивает. Это стихи Ярова-старовер, у которого все благовестие заключается в одном. «Матерь Божия, спаси, я сгораю в аду!» Никола-чудотворец, выведи меня из преисподней, я грешный, многогрешный, забейте мне в могилу осиновый кол. Радости, встречи со Христом этот человек не пережил. И в каждой строке этот человек тоскует непонятно о чем. О каких-то надкушенных яблоках, то ли девушка ему изменила, то ли все досталось ему порченное. Одно баптистское песнопение. «Гори, огонь, всегда гори, воспламеняй собой холодные сердца, и новый мир прекрасный озари, где будет радость без конца». Одно стихотворение «Веры Кушнир» стоит всей поэзии романа Матюшина. Он как будто никогда не слыхал о том, что Христос Духом Святым дарует человеку радость искупленного чада. 1 Петра 1, 6. «Посем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений». 1 Петра 4, 13. «Но как вы участвуете в христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы Его возрадуйтесь и восторжествуете». Римлянам 12, 15. «Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими». 2 Коринфянам 13, 11. «Впрочем, братья, радуйтесь, усовершайтесь, утешайтесь, будьте единомысленны, мирны, и Бог любви и мира будет с вами». Филиппийцам 2, 18. Филиппийцам 2, 18. «Осём самом и вы радуйтесь и сорадуйтесь мне». Там же 3, 1. «Впрочем, братья мои, радуйтесь о Господе, писать вам о том же для меня не тягостно, а для вас назидательно». Там же 4, 4. «Радуйтесь всегда в Господе, и ещё говорю, радуйтесь». 1 Фессалон Никитин, 5, 16. «Всегда радуйтесь». То, что патриарх Алексий живому поэту в России даёт благословение открыто, на издании его книги стихов – явление уникальнейшее. Может быть, патриарх их и не читал, но те, кто принёс ему на подпись, всё же должны были сказать патриарху, о чём эти стихи. И вот в этих стихах суть всей патриархии. «Движения вперёд нету, идут не за Христом, тоска о старой былой России, о храмах и о монашествующих. Это то самое, о чём бредят, о чём такуют на своих съездах патриоты, подобные Валентину Распутину. Они подвизаются не за веру евангельскую, а за свой патриотизм. Стихи и песнопения яромонаха Романа не дают силы и энергии, а напротив того действуют угнетающие. В данное время на просторах России они вредны, даже могут быть». Яромонах Роман Александр Матюшин родился в 1954 году в семье сельской учительницы. «Учился в университете, преподавал в школе. В 1983 году принял монашеский постриг. В 1985-м рукоположен в иеромонахе». В предисловии к книге написано из его стихотворения. «Я учился мужеству не у людей, я учился мужеству у лошадей. Знаете таких задрипанных клетчонок? Им хребты ломают каждый день, а они храпят лишь обречённо, но идут навстречу борозге». Об этих сроках особенно восторженно отзывается писатель Валентин Распутин. «Такие люди учатся не у ног Христа, а у природы и у того, что окружает их. Самый неприкрытый пантеизм. Он совершенно нежизнеспособен. Рядом с ним можно только болеть и умирать. Чувствуется поэтический дар, талант. О музыке судить не берусь, ничего в ней не соображаю, просто люблю. Но если бы отец Роман занимался священным писанием и любил его, и любил Господа радостью спасённого грешника, а не заготовителя осинных колок для себя, его поэзия вспыхнула бы сто крат более ярко и насыщенно, и прошлась бы воистину как чистый поток. Слова у него идут легко, удачная красивая рифма, но всё только о видимом. Этой внутренней вспышки чувствуется у него никогда не было. Вот одно из самых лучших его стихотворений. Ликует Рим в языческом веселье, заполнены трибуны неспроста, выводят на арену Колизея служителей распятого Христа. Патриции, изяществом блистая, не драли горло в непотребном бис, не тыкали в страдающих перстами, достойно опускали пальцы вниз. Наверное, большое наслаждение испытывал народ от этих встреч и тех, кто обречён на усеченье, согласно знаку поедает меч. О, воины, по что забыта слава! Вчера герои нынче палачи, всех потешая зрелищем кровавым, а беззащитных тупите мечи. И вновь ведут на новые мученья того, кто стар и кто кричащий юн, и всех приговорённых на съеденье по одному бросают козверью. Но тихий отрок, сам идя на муки, перекрестился, слыша, грозный рык, прижал к груди крестообразно руки, на небо поднял просветлённый лик. И царь зверей, подняв завесу пыли, раскинулся рыча у детских ног. И точно гром трибуны возгласили. Велик и славен христианский Бог! Блаженны вы, невинные страдальцы! Молитесь Богу день и ночь за нас! Наверняка опущенные пальцы готовят нам уже грядущий час. Святая Русь, Россеюшка, Россея, сидишь над Вавилонской рекой, а впереди за стенки Колизеев, до них осталось нам подать рукой. Когда душа придёт пора мучений и призовёт тебя Господь на крест, любители кровавых развлечений, благословляю ваш безмолвный жест. Да укрепит тебя душа Всевышний, когда настанет наш с тобою срок. Одно бы только нам тогда услышать. Велик и славен христианский Бог! Ликует Рим в языческом веселье, заполнены трибуны неспроста. Вводят на арену Колизея служителей воскресшего Христа. Миромонах Роман, 17 июля 1987 год.